Ужин. Барнюшка ест вяленое мяско вот такое. Ой-ой-ой. Вкусно? Да. Он такими кусочками отрывает. Вот оно. Вяленое мяско. Вкусно, правда? Оно такое долгоиграющее. Уйди, мой сладкий. Кушай, кушай, мой котёночек. Уже не знаю, как назвать. Ну всё, скажи. Вот, вкусненько, да? Оно отрывается такими полосочками. И он жуёт. Так, ну так вкусно, вкусно, моему маленькому котюгу. Так, мы только от врача пришли. С кошечкой с одной ходила. Ну, рассказала, что во вторую то же самое. Сказали, что это отравление. Сделали ультрашаль. Ничего такого не увидели. Температура вроде в порядке. Померили. Но всё равно ещё продолжаются рвотные позывы. И, ну как, не то, что позывы. А что они покушают, всё выходит. И понос. Ну, как, стул плохой. Извиняюсь. Может, кто кушает. В общем, вот так вот. Дали нам лекарства. Суспензия какая-то в шприце. Буду я им, ну как, вводить. Потому что таблетки, это бесполезно. После обеда мы ходили, потому что врач был до 11, да? Потом у него была пауза. И я пошла уже после обеда. Терминов не было до обеда. А после обеда я сделала термин. Ну, как запись. Вот. Так что немножко успокоилась. Но всё равно. Предложили мне сначала оставить там в клинике. Ну, знаете, если хуже уже будет, тогда. А так пока ещё нет. Надо лечить. Нет смысла даже оставлять. Такие вот дела. Муж купил виноград такой вкусный. Сейчас покажу. Я его помыла. Сейчас буду кушать. Я поставила рис отварить без соли, чтобы потом дать и барнюши, и кошкам смешать с питанием. Потому что им специально сейчас определённое питание надо. В общем, я его сейчас закрою. Пускай он их доваривается. Какие гроздья рябин красивые. Посмотрите только. Прямо такие, знаете, полные, полные. Мы с барником вышли погулять. Светочка, да? Ну, ты чего убегаешь от мамы? Я его только снимать, он убегает. А, барни. Е, ребёночек мой. Хорошо тебе? Хорошо тебе? Какие красивые. Прямо можно любоваться ими. Красотой такой. Вон они прям гроздьями. Красивыми висят. Пойдём, пойдём, мы хорошие. Пойдём, пойдём гулять. Гуляем мы. Так здорово. Погодка такая сегодня солнечная. Ой, ты что-то запутался, ребёнок. Кто-то мне написал. Я сказала, что я его сейчас буду два раза в день выгуливать, приучать. Не писает он два раза в день, ребята. Кто-то написал, ой, он писает два раза в день. Это так вредно для мочевого. Вы просто ослышались. Я такое не говорила. Я сказала, он покакал два раза. А выгуливаю я его стараюсь по два раза в день. Сейчас буду выгуливать. Пока три. А вообще буду постараться по два. Потому что нужно приучать. Я думаю, ему уже к году идёт возраст. Да? Так боишься, ты что так отскочил? У нас сегодня мусор забирают, баки. Здесь стоят, машина ездит. Он что-то испугался, так отскочил. Ребёнок. Вот барнюшка наша. Ходил в туалетик, а мама сейчас будет убирать ковёшечку. Вот так я это делаю, ребята. Ну-ка, стой. Вот так вот выворачиваю наизнанку. Вот так прижимаю. Ну вот, я сейчас какой-нибудь мусор куда найду. И прошу, а что делать? Все у нас так? Как хорошо такое утречко. Тембо чистое-чистое. Я думаю, что сегодня день будет замечательный. Тёплый. Да, барги? Дёргает меня. Поросёточек маленький. Ведёт. Солнышко уже встаёт. Вообще, мне нравится сейчас гулять ранним утром. Раньше как-то, когда дети маленькие были, да, гуляла. А сейчас вот прямо в удовольствие. Так, стоять, маму ждать. Маму ждать. Барни, ну, иди ко мне. Я боюсь, чтобы машины не поехали. Потому что здесь дороги, дороги. Туда дорога, вот эта, где мы живём. Там дальше другая дорога. Вообще здесь гулять отлично. И там, и там, и там. И сейчас уже с собачками начинают гулять. Мы сегодня попозже встали. Сейчас время 8 часов. Но я вот проснулась, да. Он ко мне пришёл. И мы немножечко ещё полежали вместе. Я не стала уже снимать. Но мы пойдём гулять. И он уже терпит, знаете, как ждёт меня. Да, мой хороший? Скажи, я терплю. Маму жду, да. Знаю, куда туда-туда пойти. Ну, тут мы уже гуляли, были. Мы уже минут 40 гуляем. Ой, что там такое? Что там такое? Птица какая-то, да, парнюшка? Пойдём, пойдём. Я не хочу туда идти. Там, в гору. Я потом иду, аж это. Тяжело дышать. Пойдём, мой хороший, пойдём. Пойдём туда. Я хочу в ту сторону. Мне там нравится. Пойдём. А потом круг сделаем и домой. Видите, у нас улицы. Они вот хоть куда бы ни шёл, да, всё равно ты домой приходишь. Они как бы это соединяются. Поэтому так. Так, ну-ка, приблизить немножечко, да, вот так. Красота, конечно, на улице, да, парнюшка? Тебе нравится? Тепло сегодня, хорошо. Погодка замечательная. Пойдём, мой хороший, пойдём. Я приблизила, чтобы вам лучше видно было. Да? Да, она цепляется. Пойдём. Пойдём, пойдём. Давай, парнюшечка, веди маму на прогулочку. Выгуливай. Правда, если бы не ты, я так рано не вставала бы. А это вообще такая красота. Всё ему надо пометить, где он был. Да? Пойдём, пойдём всё понюхать. Тут где-то собачка, наверное, уже была, расковыряла. Сейчас траву, травку косят. Видите, улицы, они там и там, и там, и там, и они все соединяются. Поляночка хорошая тоже. Пойдём, пойдём, пойдём. Давай, иди. Он уже пописал, покакал. Баки везде стоят. Ну, уже машина проехала, собрала мусор. Ленёчек, правда, сегодня замечательный. Посмотрите, какие ели шикарные. Ой, это вообще... У них такой ствол толстый-толстый. Обалденно красивые. Их прямо несколько в ряд. Ну, я смотрю, что это уже многолетние. Это, видать, прадеды, деды там садили. И теперь внукам или правнукам досталось. Такая красота. Правда, смотрите, какие они. Это ещё на камеру они так, ну, не смотрятся, как вживую. Вообще махины, махины стоят. Прямо любоваться ими. Красотой такой. Красотой. Мне нравится вот это. Прям солнышко светит. Так красиво. А ты чё? А ты чё? Всё, митишь, бегаешь? Вон там цветочки красивые. Давай посмотрим с тобой. Ой, какие красивые цветочки. Вон они, розочки белые. А вот этот дуг молодой растёт. Его подвязали, чтобы он не упал. Ой, какие белые розы красивые. Такие кустистые. Ой, какие красивые. Ну, они с розовиночкой с такой. Ой, ты мой сладенький. Всё пописать надо. Все цветочки описать. Скажи, чтобы я здесь был. Да? Чтобы знали, что я здесь был, Барни. Да, Барнюшка? Цветочки. Вкусно пахнут. Всё надо. Всё. Вот так. Вот так. Да, правильно. Молодец. Пускай знают, что тут Барни был. Да, Барнюшка? Ой, вот этот вот, кстати, у меня на окне такое вот есть. На окошке стоит. Они, кстати, очень дорогие. Оказывается, его надо на улице держать. Видите? Вот розочки. Лавандочка. Красота. Что скажешь? Красота. Вот дубик тоже молодой посадили. Солнышко уже встаёт. Ой, как красиво. Как красиво. Цветочки. Да, Барни? Скажи, как красиво, мой хороший. Скажи, как мне нравится это всё. Да? Пойдём дальше. А вот рябина какая. Боже, какая красивая. Посмотрите, она вся прямо. Ну, не вся, но тоже гроздями. Очень красивая такая рябинка. Я и люблю рябину. Мне нравится. Рвать, конечно, здесь я ничего не рву. Но когда вот там на праздник какой-то там, на Рождество, там что-то, можно веточку сорвать. Ничего страшного. Там дальше тоже рябинки. Классно как. Чё, Барнюшка, хорошо? Хорошо тебе, мой классный, да? Пойдём, пойдём. Уже в садах яблочки поспили. А что там увидал? Что? Что там увидали? Что-то унюхал. Тут белок столько много бегают. Куницы, белки. Ещё какие-то зверюшки. Ну, лисы точно. Это мне тоже растение нравится. Вот такое красивое. Так, птички летают, да? Всё, пойдём домой, наверное. Мы с тобой уже так долго гуляем. Барнюшка, пойдём. Пойдём, мы хорошие. Он яблочек сколько много. Прямо облеплено. Облеплено. Яблочки такие. Мой муж тоже гулял, с ним яблок принёс. Я говорю, ты что, нарвал? Он говорит, нет. Они говорят, это лежали. А вот так собирал, наверное, тут они лежат везде. Они и там, и там, и там лежат. Видите, сколько много. У моей мамы на даче тоже в Омске столько. Ну, что там? Пойдём. Пойдём, мы хорошие. Вон они зелёненькие, и красненькие. Разные-разные. Я что-то, знаете, к яблокам как-то равнодушна. Вон они. Я люблю больше это. Груши, наверное, и персики. Но яблочки тоже, если хорошие, они лежат. Можно собирать. Которые валяются, можно собирать. И рвать нельзя. Но с определённого в сентябре, какой-то день, по-моему, после 25-го или после 20-го сентября уже яблоки можно брать. Если люди не собрали хозяева, да? Ну, я имею в виду не только яблоки, сливы. То ты можешь собирать. Ты можешь собирать, и тебе никто ничего не скажет. Это у нас на нашей земле так. Я не знаю, как на других землях, но на нашей так. Мы это знаем. По-моему, или после 20-го, или после 25-го. Как-то так вот. Всё, мы домой идём. Пойдём, пойдём. А здесь вот тоже сливовое дерево рядышком. Это уже столько слив. Прям они... Ну... Да. Конечно. А вот оно. Тоже сливок сколько много. Прямо облеплены сливки. На полу валяются. Да, ну, хорошая. Тётенька спортом занимается. И сейчас вот мусороуборочная машина проезжает. Ветки вот эти. Листья все-все-все подметает, собирает. Вот она, она едет, видите, всё собирает. Мусор весь. Вот так вот, ну, всё. Пойдём. Сразу водичкой поливает, чтобы немножко влага была. Ну, это через день, по-моему, они делают. Вы смотрите, какие ягодки. Тоже я не знаю, что это такое. А вот такие вот, видите. Узина, может, какая-то. Тоже облеплена. Прямо всё. Красиво так. Скажи, шумно-шумно, да, мы хорошие. Ну, вот эта машинка должна тоже мусор собирать. Вот, зато, смотрите, как чисто сразу стало. Чисто дорожки. Немножко полили, да? Видишь, как здорово. Да, вот и уже чистота. Видите, какая дороги чистые. Вот вы говорите в Германии. Вот, пожалуйста, с утра уже мусорные баки забрали. Да, мусорные баки забрали. Так, что ещё? А что ты там увидал, скачешь? Подожди. Да, я тебя отпущу. Скачет. Что-то увидал. Что ты увидал там? Кто там? Кто это, мой сладкий? Ой, ой, ой. Вот, всё, проехала машина, забрала, всё убрала. И чистота, вот, порядочек. А люди поддерживают, понимаете? Честно я вам скажу, все, вон, как он радуется. Пойдём. Люди все поддерживают. Нет, мы туда не пойдём сейчас. Мы уже нагулялись. Мы с тобой уже час гуляем. Час уже гуляем. Пойдём. Нет, уже час гуляем. Ой, он что делает? Хочет бегать. Он бегает у нас очень много и гуляет. Муж гуляет с ним. Мы гуляем с мужем. Я с ним, считай, три раза выхожу в день, да? Мы не пойдём. Мы с тобой уже погуляли, побегали. Я уже устала. Хочу домой кофе, хочу пить. Пойдём. Пойдём, мы хорошие. Кошечек надо наших кормить. Я уже говорила, да, что сейчас я отключусь с другого. Видите, у нас специальная такая стоит, такой стол специальный. Вот для собачек пакетики можно брать, если они покакают. Берёшь, потом выбрать. Барнюшка ждёт завтрак, да? Бублик. Не скорее Бублик. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. И сразу своё это. Кошечки у нас тоже завтракают. Тоже завтракают. И барни тоже завтракают. Да, барни? Тоже завтракают, чё же? Чё же это такое? Все завтракают, я тоже хочу. Бублик, это вкусненько, скажи. Это вкусненько. Да, Бублик. Скажи, это вкусненько, мама. Я такое люблю. Ой, как он с удовольствием кушает. Молодец, молодец. Ой, какой Бублик вкусненький, да? Вкусненько. И чё, и как тут мы разгрызли? Ой, как вкусненько. Ну, кушай, кушай. Молодец, молодец. Разгрыз его, обгрыз. Очень вкусно ему любит. Он прям любит ребёнок. Там у него ещё ушко где-то валяется. У него не доел. Ну, ничего, он доест помаленечку. И то, и другое. Для него, по-моему, лучше и не надо еды. Обожает, обожает. Чему из зелёдки. Ой, как он прям кушает. Вот это лечебное питание. Оно специальное. Магандарм. Вот. И нам ещё в пакетик врач насыпал питание. Тоже, чтобы мы давали для кошек. И вот такое вот мокрое питание. Но мокрое питание, пока сказали, лучше не давать, да? Вот. Это тоже лечебное, видите? Это мы купили. Это мы купили. А врач нам в пакетике дал своё питание, насыпал и сказал, ну, можно это смешивать, то и то давать. Но мокрое пока всё я не даю. Вот так Барнюшка научился добывать себе вкусняшечки. Пинает мячик, оттуда вылазят вкусняшечки, да? Вот молодец, мальчик. Вот молодец, мальчик. Вот так вот. Хрум-хрум, да? Хрум-хрум. Да, Барнюш, ты молодец. Вот так, вот так, вот так. Вот так, вот так. Вот так, там вкусняшечки. Наверное, съел уже все. Всё, по лестницу закатилось. Вот так, вот так. Продолжение следует...